Изменения в генплан готовятся институтам градостроительства Гипрогор. Именно эта организация разрабатывала градостроительную документацию для Сочи еще с 30-х годов. Представитель института подробно рассказала жителям Хостинского района о планируемых изменениях, а коснутся они каждого села. В целом же внесенные поправки Наталья Удовиченко обосновала приростом населения в Сочи и высокой рождаемостью. Только в хостинских школах детей выше нормы на 2500. Счет строительства необходимых соцобъектов вело как руководство города, так и эксперты. Учитывалась и перспектива. Генплан рассчитан до 2032 года. Всего в Хостинском внутригородском районе генеральным планом предлагается строительство детских садов на 3600 с лишним мест, небольшой копеечкой, и строительство школ на 10,5 тысяч мест. Мы предлагаем разместить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей, всего раздольно, на 53,4 гектара. И это предлагается с 2018 по 2022 год в этот период. Всего у нас получается в образовании школ 16, детских садиков 11, здравоохранение 18 объектов. Предложения принимаются и учитываются по проценту. Озвученные изменения, подчеркивают эксперты, еще не утверждены, а лишь в стадии обсуждения. Поэтому важно выслушать пожелания всех собравшихся местных жителей. Самое активное участие в обсуждениях принимает и архитектурное сообщество курорта, внося свои корректировки. Мы уже посчитав степень урбанизации курорта в его южной части, пришли к выводу, что далее уплотнять застройку в прибрежной зоне недопустимо. У нас есть стратегическая задача, и о ней сегодня здесь самая острая дискуссия идет. Это не только сохранение сельских угодий, но развитие на них эффективно сельского хозяйства, субтропического. Поэтому возрождение сельского хозяйства соответственно потребует и развития сельских населенных мест. Общественность же требует четких документально запротоколированных гарантий сохранения зеленых зон, прекращения высотного строительства, расширения территорий, охраняемых от застройки законом. В частности, горожанам нужны гарантии, что сельхозугодия, в том числе заброшенные, не станут использоваться под строительство высоток. Мы просим отразить в генплане города Сочи земли, которые заняты чайными плантациями, как особо ценные сельскохозяйственные. Вот у нас вот такое предложение. В слушаниях в хосте принял участие депутат Государственной думы от Сочи Константин Затулин. Он отметил, что в разработке документа должны принимать участие и федеральные структуры, поскольку значительная часть территории Большого Сочи в их ведении. Поэтому главная задача – найти баланс между интересами развития курорта и интересами жителей. По его словам, поспешность в этой работе недопустима, поэтому обсуждения и корректировки изменений в генплан должны длиться до тех пор, пока общественность не получит ответы на все поставленные вопросы. Что касается моих представлений о генеральном плане, не включают в себя не только ту часть, которая зависит от городской администрации и законодательного собрания. А мы ведь только это обсуждаем. Мы обсуждаем школы, детские сады, обсуждаем зонирование под жилищное строительство. Ну, все то, что мы обсуждаем, мы слышим. Но при этом мы абсолютно не в курсе того, а что будет происходить на всех остальных территориях, которые не являются городскими. Что будет происходить с предприятиями, которые не являются городскими, являются частными, федеральными, краевыми и так далее. Константин Затулин уже обратился к вице-премьеру страны Дмитрию Казаку с просьбой, чтобы предприятия федерального подчинения тоже включились в подготовку генплана курорта. Обсуждение главного градостроительного документа с общественностью продолжится сразу после новогодних праздников.